Мася, я, короче, сейчас это самое, занятый сильно. Попозже наберу. Нет, не вздумай. Тоди я не пройду. В прямом. Что? Ничего. Ага, давай, кохаю тебя. Моя любимая моркотулечка. Это моя моркотулечка такая маленькая. Ну, пиздец. Это смысл моей жизни. Это в действительности моя вторая половинка. Которую должен встретить каждый человек. Потому что у каждого человека есть своя вторая половинка. И я встретил. А хотя знаешь, как встретил? Не надо свою вторую половинку искать за океаном. Мы жили на одном районе, понял? У нас, правда, разница 10 лет. Но все-таки мы ходили, и разошлись. А потом как-то вот так вот этот привет-привет. И оказался, блин, привет. Честно, вот здесь вот как-то визуализировал себе именно вот такую вот. Именно вот такую вот. Вот я тебе скажу честно, вот именно в моей женщине, да, в ней есть все, что ты хотел бы для себя, чтобы она имела, да, твоя вторая половинка, все самые лучшие качества, да, для тебя, то есть для вашей общей жизни. Вот в ней все есть. Она не кричит, она просто молчит. А молчание для меня, это хуже всего. Я вот вижу ее молчание, ну, слышу ее молчание, и вот вижу ее взгляд, это для меня вообще катастрофа. Реально. Это, блин, честно. Так. Классно. Вообще-то. Я каждому желаю, знаешь, не найти, а повстречать, потому что найти можно это что-то под забором, а повстречать свою вторую половинку, это можно только встретить. Вот я с тобой, говорит, как одно целое. Даже там во время интима, знаешь, мы кончаем даже вместе. Реально. Она говорит, ну, у меня такого, говорит, никогда не было. И у меня такого никогда не было. Либо у меня было такое, либо я, типа, первый, типа, либо, ну, там, пойму, а то вместе именно, постоянно вместе именно, ну. Ну, бывает такое, что там я раз, а она пять раз, или там больше всего, знаешь. Ну, это вообще, это и так классно. В действительности классно. Я желаю каждому такое, действительно, повстречать свою судьбу, повстречать свою вторую половинку и стать одним целым. Вот это классно. А сейчас многие живут просто из-за каких-то там привилегий материальных, финансового блага и тому подобное. Многие так живут, по большому счету. Счастья не имеют. А я счастлив. Реально, я счастлив. И она счастлива. Я это не то, что вижу, я это чувствую. Реально чувствую. Мне 30 лет, а я 21 лет, курию траву. Я насмирил уже с этим. Хоть я был наркоманом, я тебе честно скажу, но я, блин, просто ради нее. Не, не ради нее, а ради того, чтобы быть с ней. Потому что для нее даже алкоголь, это наркотики. Ха-ха-ха-ха. Да? Что за одноклассником? Что за одноклассником? Нема. А что? Убили. А за что? Потому что с биноклем бегал дурочок. Вот так вот. Его в плен сначала взяли. И, блядь, говорил, что вето, говорит, вот после Кадыровцев, понимаете, когда нас, а то первый раз хотели расстрелять, которые говорили, блядь, сука дернутся, вали их нахуй. Понимаете? А Кадырецы жесткие, да? Вообще, блядь. Ну, ты знаешь, мне вот чисто, вот именно понял, по образу жизни вообще он мне понравился, потому что он такой дерзкий, борзый. Именно понял? Чисто вот, ну, чисто вот так вот. Именно вот этим понравился. Вообще, отстуженный нахуй. Ты ему смотришь в глаза, там в глазах одни точечки. Именно серые глаза такие, блин, светло-серые и точечки. Вот ты смотришь ему глаза, говоришь с ним, общаешься, да? Ну, так как я, типа, немного, там, психологией дружу, я ему говорю, слышь ты, он уже, ну, типа, нас отпускает, я говорю, слышь ты, дай мне сигарету, говорю. А он мне говорит, а ты вообще охуел, говорит, мы вам жизнь подарили, говорит, а ты охуеваешь, еще сигарету, говорит, просишь. Говорит, так а что делать? Я говорю, пиздец. А мы, в общем, бузьков даже насобирали, понял? А он составил нас их высыпать. Висыпать и дав нормальничество? Нихоя вообще не дал. Говорит, пиздуйте, пока вас не завалили. Выходим, и тут бурят эти, блядь, узкоглазые, они же вместе были. Ну, понимал, они отвечают, где там эти, блядь, ну, кто там брал оружие, типа, с колонн, типа, тому подобное. Я ебу говорю. А они, понимал, один задают вопросы, а второй, короче, ну, вообще, типа, так стоишь на растяжках, понимал? А, блядь, типа, ну, один вопрос задает, второй руки выворачивает. То есть, если ты пиздишь, у тебя сердце беде не учащается, и, понимал, это выделение. Это чисто психологическая тема, понимал? Да. Я это просто тему знаю, потому я так, это самое, вообще. Пыталась, ну, раздевала, типа, на колки ж дивилась, понимал? То есть, все там, пиздец, ну, там, электрошокером стреляли, то есть, Ну, потом я их бачил, говорю, ты нахуя мне, говорю, электрошокером уебал три раза? Он такой, ну, это не я, говорю, это ты, говорю. Он такой, а чего ты взял? Говорю, во-первых, я тебя по глазам спалю, хотя они в масках таких были, во-вторых, говорю, постойки твои, и в-третьих, говорю, хоть бы кроссы перебыл бы, говорю, ахахах, прикинь, он как заржет, говорит, ты, ябанутый, я говорю, честно, мы вот и шли, говорит, от Белоруссии, они шли, говорят, мы вот и шли, где и шли, говорят, мы таких, говорит, остуженных, как ты, не видели, ну, реально, отчаянных вообще, и я, типа, похуй вообще, танк их не стоит, не похуй, эй, добрый, пацаны, говорят, да не похуй, стрелять, не стрелять, я говорю, дайте мне курить, говорю, и жрать людям, все, вот, что мне, говорю, от вас надо, но я в подолозы хотел только с той целью, чтобы людям дать, да, а мне стреляют, пиздис, а я с баклами, иду в колодец по водицу, ебать, ну, ты прикинь, но зато они меня уже знали, только я мог к ним подойти, а теперь, типа, этот, сепаратюга мне считают, потому что ни у кого не хватало смелости к ним подойти и пообщаться, я вам приносил, говорю, то я, фу, классный пацан, говорю, то, что я свою жизнь ложу, для того, чтобы вам, говорю, предоставить, а говорю, когда, говорю, начали гуманитарку привозить, то я уже все, не нужен, но я спасибо даже не ожидал, и не ждал, ну, я чисто просто делал, потому что я знал, что мне надо делать, все им говорят, пацаны, только ни в коем случае, не вздумайте, значит, женщины, здесь, говорю, девушки, здесь, говорю, которые не успели выехать, и я говорю, не вздумайте, ну, реально, не вздумайте, я вас прошу, реально, говорю, как, блядь, пацан, говорю, пацанов, Игорь, твои медь, греби сюда, русская, да, ну, там, получается, смотри, на, где-то, 15 единиц техники, один кадыровец, который, блядь, за всем этим смотрел, блядь, и добивал тех, кто раненые, блядь, они не хотели воевать, они не хотят воевать, мы говорим, так, а что вы не сдадитесь, вот, блядь, он, говорит, вопрос такой, они приходили, там, воду грели, говорит, где твоя семья, говорю, я своих Закарпатья отправил, ну, говорит, там, у меня, говорит, в России дома сидит, говорит, сгноят, нахуй, просто, а то, именно, понял, на четырех ногах стоит, вот такая, и прострел на баланку валит, понял, с буши и на баланку, бах, бах, там, по 50 выстрелов, пиздерли, уебало, что мой пятиэтажный дом, нахуй, подпрыгнул, блядь, и вроде бы, такое ощущение, переставился, понял, четвертый, я на четвертом этаже находился, понял, у кента, спокойно, вот это, что я говорю, у песочника, тупо, подпрыгнул, переставился, люстра вот так шатается, блядь, стол вот так с телевизором шатается, понял, уже было стрёмно тогда, когда они не стреляли, реально, прострел был, короче, вообще над нами, понял, потому что русские, блядь, заняли, короче, наш район весь полностью, наши дачи, и они пиздерли, короче, блядь, я не знаю, куда, короче, ну, куда-то пиздерли, либо в Ирпень, либо в аэродрон, где-то такое, вот такая, такое, некоричь. Да. Чого вони до нас пришли, и зачем? Ну, за чого ви пришли, зачем? Оце, чтоб должны люди так страдать. Да, чтоб беду принести, да, да, а вы же, да, а вы знаете, они же нишчат все подряд, ставят же и лупят все подряд, им же не людей не жалко, не, как говорят, не хат, не домов, побили они людям, что теперь людям бедным делать, где его жить, что его делать, а столько безвинных легло. Да они трудные, тупые, да бурят, да бурят, так и, ну, это, вы понимаете, я им название дала, это не люди, это рексы, я говорила, рексы, зайшло 7 человек, и лупать, открывай, ну, мы же открыли, уже ж, называю не на ты, а на вы, уже ж, мусишь называть, люди добрые, они звери, но их надо называть уже, во страшку, скажу, скажите, пожалуйста, а нам можно печь протопить, хоть кипяточку нагреть, то и пройшел один, а другой так поворачивается, да она мне говорит, разрешаем только днем топить, вечером, чтоб я не видел, и когда потемнеет, не выходите, вот это и все, а другой раз, как пришли, это было, это, я не знаю, может, ваше таке было, тоже ж, тоже ж, это же первый раз, когда они ходили, ага, когда ленты красные вешали, где люди были, в дворах, так, чтоб уже им знать было, а когда другий раз пришли, мы тоже повыходили, стукают, мы повыходили, стоим вот так, из кио, они, есть, но уже у меня сарая не было, уже сарая сгорела, он, так подивился, дворница, есть кто, а кто у нас, может быть, вы с кем тут, у двоих, кто в доме, ну, иди, дивиться, короче, пошли, ваня, в хаті ж темно, окна закрытие, они ходили, ходили по хатах, с фонариком, нема и нема, у погреб паліз, нема и нема, думаем, что они там робят, аж вони, горюрку шукали, люди добрые, выходят, а у меня сын, да, коньяку нарабил, выносит две бутылки, коньяка, а цей, что с нами стоят, каже, где ваши телехвоны, а мне телехвоны, да, то уже телехвон простенький, господи, я ж таки учила, в кармину моей машины, покажу, меня нема, а подруга, они с того дома, каже, мы с дёю сидели до фона, каже, а у меня старенький, так я полезу в погреб, достану, оце только сказала, оце Си Слава сказала, а той выходит из хати, той же, дай каже, не трожь, посмотрите, что я нашёл, выносит две бутылки, коньяка, а я думаю, ох, ёрки-палки, думаю, не заховала, ну и вони пошли, мы зайшли же, мы в веранду, только зайшли, тут собака гавмий, я в окно, от такая шкарпетка узка глаза, через забор, мальчик, уже на рундуку стоить, штукает, мы уже открываем, а он и каже, отки, мы с такси, говорили, что у вас есть самогон, я каже, иди, шукайте, как есть самогон, и он же пошёл в хату, и с фонариком шукать, а оказывается, когда тот забирал коньяк, а мы там было четыре бутылки, и бутылка вина, он где бутылки забрал, коньяк не видно, че побачил, че не побачил, не заткнил, а мне внизу, святая вода в трех литровых банках стоить, а он думал самогон, что же вы думаете, вытяг, не, он попробовал, убедился, что святая вода, и так уже что, закрив крышку, и поставил назад, я кажу, я кей тебе черт самогон, то святая вода, а не самогон, а так идуть по улице, поразбивались же все дырки, и куры по улице бежают, ну, никуда не их заховать, а они идут, и они, один, и кажут, ох, какая курица жирная пошла, он бегит, давай заберём, и жарим, а другие, не трожь её, а мы сидим, раз по другой пути забрал, она кайшов, баспранцы ели, еще и курки жирные захотели, ну, люди добрые, ну, нас одно спасло тут, вот тут спасло нас одно, чтобы они нас из погреба ничего не вытягивали, у нас же, как говорят, в селе все есть, спасли, вот эти телята, чтобы они их лупили, дожарили, потому что каждый день пахло, и картошку варили, потому что картошка, ну, как это печать, картошка, и мясо пахло, это спасло нас.